Полезный город Я бы хотел, наверное, расширенно ответить на этот вопрос. Мы точно нашли источники для модернизации наших сетей теплоснабжения, городских сетей теплоснабжения. У нас теперь нет сетей муниципальных, нет сетей наших. За большую часть этих сетей отвечаем мы. Конечно, остаются у нас еще и бесхозяинные сети. Это еще наша, наверное, перспективная задача. От них надо уходить, чтобы был хозяин, чтобы у этого хозяина была инвестиционная программа. Точно могу сказать о том, что за эти пять лет сделано многое. Появился источник модернизации тепловой сети. По этому источнику с 2019 года, как заключили концессионные соглашения, мы меняем-меняем сети. Люди, конечно, жалуются на то, что где-то мы перерыли подъезды, дороги, но тем не менее, посмотрите, где мы были, мы восстановили даже в лучшем виде. Если был разрушенный асфальт, то, конечно, уже этот асфальт новый, хороший и долгие годы прослужит. И сети прослужат долгие годы. Мы поменяли уже по концессионному соглашению больше 80 километров сетей. За этот промежуток времени по программе ТПИР – это новые материалы, качественные материалы, системы дистанционного контроля. Если это сети от ТПИР – это сшитый полиэтилен с современной изоляцией, самих ТПИР мы модернизировали автоматику, то есть практически везде автоматику мы поменяли, сделали качественную автоматику, применяли материалы Данфас. Что еще мы сделали? Мы построили, в конце концов, котельную в Вересниках, о которой мы долго говорили, что это плохо, отказываются промпредприятия от отопления вот этой части города. Мы сейчас строим котельную в Сашиних, там тоже решаем еще одну проблему. Так что идем и каждым годом что-то новое, интересное внедряем в систему теплоснабжения города Кирова. Ну вот давайте этот год возьмем. Насколько было сложным входить в отопительный сезон и насколько это было, может быть, административно непросто, учитывая там и коронавирус и все остальное? Да, каждый год вхождение в отоп-сезон пока доставляет нам хлопоты. В этом году мы вошли в отоп-сезон лучше, чем в прошлом, чем в позапрошлых годах, но тем не менее хлопоты есть. А что значит лучше? Это быстрее? Мы быстрее, то есть мы буквально за пять дней подключили практически половину домов города Кирова, это хороший темп, но далее опять же вскрылись те болячки, которые есть на наших тепловых сетях и дальнейшее включение в эту десятидневку шло через устранение дефектов. То есть половина города мы считаем, что запустили по графику даже с каким-то опережением, а по части объектов, конечно, мы получили дефекты. Если с ней колокольчик... Да, Олег Прохоренко включается. Сколько было звонков? Мы же сидим на информационных потоках, на обращениях и так далее, выходных практически не было, то есть мы сидели, отвечали, отвечали. Я вам скажу, что выходных на самом деле в эту десятидневку не было вообще, ни образно, ни как-то. У нас вся служба тепловых сетей работала полным составом, по моему приказу, и на самом деле было достаточно жарко, но все, справились. Да, вот, кстати, по поводу того, что кто-то получил тепло даже раньше, чем было запланировано графиком. Каждый год, наверное, эти вопросы возникают, и у наших слушателей, и у людей, которые вам звонят наверняка, да? Зачем, во-первых, дожидаться постановления главы администрации города? Неужели вы сами не видите, что на улице холодно, и раз вы уже готовы к отопительному сезону, вы же все лето к нему готовились, копали, да, что-то перекладывали, то почему бы самим просто не сказать, ребята, да пора включаться? Это первое. И вторая история, это с тем, что насколько вообще возможно, там, опережая график всех подключать, выдержит ли система это все? Смотрите, наше государство социальное, да, социальное, и мы должны уважать, наверное, достаток каждого нашего потребителя. Можем ли мы за какого-то потребителя решить о том, что давайте ему подадим отопление, пусть у него какие-то сложности с финансами? Нет, мы на себя эту функцию не берем. Конечно, мы можем включить отопление раньше графика, если будет стопроцентное согласие собственников жилья о том, что им подать отопление надо. Таких некрупных домов, где собственники общаются между собой, где не смогли договориться, такие объекты есть, и я знаю, что и в городе Кирове поступают такие заявки, и дома включаются раньше. Но это чаще всего, вы говорите, небольшие какие-то дома? Это чаще всего небольшие дома, относительно новые дома, где собственники относительно состоятельные, где они могут консолидированно принять решение о том, что да, нам это надо. Потому что представить себе, что в момент, когда мы замерзаем, надо обойти 4 подъезда 9-этажного дома и со всех подписей собрать, но вот когда мы людям это говорим, что есть такая возможность, соберите все подписи и обращайтесь, пожалуйста, в Тубис. Поэтому, чтобы это не делать, государство выработало правила, и по этим правилам оно, в принципе, и существует, о том, что по распоряжению администрации надо включить дома по графику для выдерживания гидравлических режимов. Но хочу сказать, что у большинства, у 2-3 домов в городе Кирове есть собственные индивидуальные тепловые пункты, где готовится и система теплоснабжения, и горячее водоснабжение. И мы как подавали в летний период температуру теплоносителя с температурой 77 градусов, так и в начале отопительного сезона, пока температура не стала явно минусовой, теплоноситель идет точно с такой же температурой. И этого достаточно для того, чтобы прогреть дома так, что на самом деле готовится все в доме. Но здесь, чтобы гидравлику удержать, если все дома начнут открываться, если у нас не будет хватать теплоносителя, мы должны успеть его подготовить, создать необходимое давление. Мы должны включить насосные станции, которые отдельно есть на нашей тепловой сети. И это все должно быть синхронно, и поэтому мы делаем график 10 дней. Почему это все не так просто? Ни одним рубильником это все включается, да? Есть еще одна проблема, это при включении тепла раньше постановления может возникнуть ситуация, что в домах, не оборудованных современными автоматизированными тепловыми пламями, просто будет жара. И люди будут страдать и переплачивать за это деньги. И отапливать улицу как можно? Отапливать улицу через форточку. То есть проблема, получается, с двух, даже с трех сторон, да? Есть ведь еще и нормы, которые это все регулируют, которые, кстати говоря, тут предложили поменять вот этой осенью. Вместо пяти дней ниже плюс восьми градусов предложили ждать только три дня до момента подписания вот этих постановлений муниципальными властями. Ну это, конечно, нам на руку, потому что чем больше тепла мы отпустим, тем... Это оборудование в летний период практически загружено только на одну, там, пятидесятую, наверное, от состава. Электрическую энергию мы вырабатываем, мы можем и летом отпускать тепла гораздо больше. Если люди захотят. Да. Давайте мы тогда, может быть, к концессионному соглашению обратимся. Вы уже начали про него говорить. Два года оно было заключено назад. Что оно дало потребителям, можете ли назвать районы, которые вот сейчас, на старте, я помню, мы говорили, что мы все отремонтируем, и вы потом можете жить спокойно годами и не волноваться по поводу аварий возможных и еще чего-то. Есть районы уже, Кирова, которые... Слушайте, ну, мне кажется, вот общее количество тепловых сетей, которые обслуживаются нами, превышает 1200 километров. И если мы сделали за первый-второй год 94 километра, а за текущий год еще 44 километра, это получается порядка 138 километров. 138 километров из 1200 много или мало? Да, конечно, это мало. Только в самом начале пути, но уже мы правильно подошли к приоритизации перекладки тепловых сетей, и мы получили на 37% дефектов меньше, чем до начала концессионного соглашения. То есть по количеству... Это в этом году, да, получилось? Это у нас получается, мы эффект получили в 20... подвели итог 21-го года, что на 37% в 21-м году количество дефектов получилось меньше, чем до старта в концессии, это 18-й год. А сейчас, в 21-м году, мы видим, что стабилизировалось количество дефектов, потому что самые дефектные участки мы уже переложили. И сейчас нам надо наращивать темп реконструкции для того, чтобы снижать количество дефектов, для того, чтобы люди могли получать ресурс бесперебойно. То есть понятно, что в начале отопительного сезона, не больше, чем на сутки, мы по некоторым домам отключаем отопление для того, чтобы выявленные дефекты прибрать. Такая же самая история происходит и с горячим водоснабжением. Сейчас все дома подключены и к отоплению горячего водоснабжения. Берем только кратковременное отключение для того, чтобы устранить какую-то утечку. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы этого стало меньше. И вот в этом году мы обсуждали с депутатами и с гражданами, мы слышим, что говорят граждане о том, что у нас по горячему водоснабжению бывают перебои, и их до сих пор много. Мы говорим, да, мы эту историю понимаем. Сейчас мы видим, составили по концессии приоритизацию. 22, 23, 24, вот эти еще три года нам в совокупности мы поменяем 40% сетей горячего водоснабжения в городе Кирове. И это хорошая цифра, это еще одна интересная цифра. На 37% мы снизили количество дефектов, и 40% сетей горячего водоснабжения мы поменяем в ближайшие три года. Вот к этому надо стремиться и не сбавлять темп. Мы сейчас рассматриваем историю привлечения дополнительных источников денежных средств для того, чтобы опережающе вложить денежные средства и поменять эти тепловые сети по горячему водоснабжению в первую очередь. А вы можете сказать, что за источники вы сейчас рассматриваете? Ну, вот не так давно была Российская энергетическая неделя, был круглый стол, где участвовал наш генеральный директор, и там как раз обсуждался вопрос о том, что федеральные фонды реформирования ЖКХ до сих пор, ну, там есть льготное привлечение, там под 3 с небольшим процента, до сих пор мы не можем привлечь эти денежные средства, и вот на круглом столе как раз обсуждались в том числе вопросы по дополнительному привлечению этих источников. Конечно, хотелось бы жить здесь и сейчас с хорошей системой теплоснабжения и горячего водоснабжения. 138 километров, вы сказали, да, переложены уже сейчас, а есть районы города, которые вообще выдохнуть могут? Всё, там у нас всё отремонтировано. Или это всё-таки разные какие-то участки? Я вам ещё интересную штуку расскажу о том, что 138 километров мы модернизировали тепловых сетей, но наши ремонты, они не прекращаются. То есть по ремонтам мы переложили новую трубу ещё 110 километров. То есть в совокупности у нас получается 248, почти по 250 километров. Эта цифра чуть интереснее, но тем не менее есть районы, где стало точно интереснее и лучше. Я беру только вот 20-21 год, без 19-го года. Хорошо мы поработали в Юго-Западе, за два года больше 23 километров. То есть там с 19-м годом в Юго-Западе 25,7 километров получается. По микрорайону Дружба это тоже был очень страшный проблемный район. Ну я просто помню, 15-16 год входили в отопительный сезон и не вылазили оттуда ремонт. Сейчас они сосредоточены на других сетях бесхозных, как правило. Вот там ЦТП поменяли уже. ЦТП и в микрорайоне 16 километров. По Филейке 13,3 километра, в центре города 12,3, в районе улицы Лепси 8,7 километров. В Костино 4,2 километра в этом году. Это треть всех теплосетей Костино. В Нововятске 3,7 километра. В Ленгасово 2,4. В Ганино 2,2 километра. То есть это касается и в том числе теплосетей от котельных, не только в городе, да, ведутся эти работы. И если брать микрорайоны, раньше тоже слышно было постоянно там Мира, Монтажников, Лепси, Сормовская. Там все сети переложены на сегодняшний день. Или там Солнечная, Конева. Все сети переложены в этом микрорайоне, в районе одного ЦТП полностью. Это значит 30 лет, раскопок там не будет. Или микрорайон Дружба, о котором я сказал, это Хленовская, Верхосунская. То есть эти процессы, они, как правило, длятся несколько лет, и поэтому люди как бы задаются вопросом, почему так долго, да. Но это процедура как бы двух-трехлетняя. Но после этой процедуры, когда все сети переложены, люди забывают о том, что какие-то раскопки могут быть у них во дворе. А проблемные районы, Сергей Александрович, остались или нет? Ну вот те, которые там наибольшее беспокойство ваше вызывают. Может быть, бесхозные сети эти самые, про которые вы говорили вначале? Ну, конечно, остались. По бесхозным сетям, если взять арифметику, то 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, вот за эти 4 года нам передали только порядка 90 километров тепловых сетей бесхозяйных. Безхозяйных, где не проводилось никогда гидравлическое испытание, где никто не контролировал, не смотрел за изоляцией, никто их не ремонтировал. Если ремонтировали, то какими-то хомутами и заплатками, которые там дальше рвутся, рвутся и рвутся. Ну это такой аварийный ремонт, раз-раз что-то заделали, лишь бы выдержало сколько-то. Таких же, вот кроме сети, еще в бесхозяйное имущество попадают центральные тепловые пункты. Таких центральных тепловых пунктов нам передали 25 штук. То есть, конечно... Это с момента начала концессии, да? Или за этот год? С момента подготовки концессии, я говорю, 18-й, подготовка концессии, там основной объем 19-й, 20-й и 21-й. Но сейчас государство поменяло методику передачи бесхозяйных сетей. Сейчас, опять же, муниципалитет должен привести их в надлежащее состояние, собрать все паспорта, получить разрешение от Ростехнадзора по эксплуатации бесхозяйного объекта и далее передать их нам на эксплуатацию. Понятно, что будут устранены только самые острые дефекты при передаче нам. Все равно мы будем там ловить при гидравлических испытаниях достаточно большого количества дефектов. Но, тем не менее, сейчас уже, по крайней мере, будет чуть легче, потому что и бесхозяйных сетей осталось меньше, и частично муниципалитет по новому законодательству будет вкладывать денежные средства в эти тепловые сети, которые остались бесхозяйными. То есть, включается уже город, получается, в этот процесс. Да, Вы сказали уже, Вас часто спрашивают о том, почему нельзя всё раскопать сразу же, все трубы заменить одним-двумя годами. Зачем так долго? Я так понимаю, что, не знаю, можно ли сказать, что это проблема, но вот задача в том, чтобы сделать всё качественно. Это, следовательно, Вы ждёте и стройматериалы, которые, да, и руки ведь рабочие нужны на то, чтобы это всё делать. Да, это большой объём подготовительных работ. Даже сейчас мы чувствуем, что вот все наши склады, склады Т-4, склады тепловых сетей, мы полностью забиваем под завязку к марту месяцу, к началу сезона перекладки. И если бы мы увеличили в два раза, ну да, пришлось бы искать дополнительные склады, куда размещать эту трубную продукцию для того, чтобы добавить объёмы. То есть, получается, Вы заранее закупаете, да, те трубы, которые понадобятся в следующем году? И вот торги, которые в прошлом году, где-то в конце ноября, в декабре, наша компания проводила целиком, получая лучшую цену на металлсодержащую продукцию, на трубную продукцию, на пластиковые трубы, в этом году позволила нам переложить плановый объём в километрах. То есть, мы в этом году идём, как и в 2019, и в 2020 году, без боя перекладки объёма в километрах, и в километрах, и в суммах. В сумме, наверное, даже чуть переберём, но в километрах точно выдержим. И мы планируем продолжать такую практику, когда компания, в целом общероссийская компания Т-плюс по 15 субъектам Российской Федерации обобщает заявку, и непосредственно у изготовителей металлопроката размещают эти заявки, получают лучшую стоимость за счёт цены, лучшую стоимость за счёт способа оплаты, распределяют по регионам. Никто из местных поставщиков трубной продукции не может нам предложить такую цену. И это для нас гарантия того, что мы выполним объём перекладки в тот или иной год. Это хорошая практика, и будем её продолжать. А были какие-то проблемы вообще в связи с тем, что происходит на рынке строиматериалов, рост цены на металл и всё остальное? Да, конечно. Потому что есть у нас закупки, где часть материалов поставляет сам производитель работ. И мы в обязательном порядке, как компании энергетики, должны торговать с открытых торговых площадок. И соблюдать все конкурсные процедуры, действующие в нашем законодательстве прописанные. И подрядчик, когда мы формируем стоимость по определённым сметам на определённую дату, выставляем, торгуемся. А за этот период, это период, больше месяца он должно вывесить на торговой площадке, плюс период подготовки документации, там больше двух месяцев, цена может измениться. И сам производитель работ уже говорит, я не смогу выполнить эти работы по этой стоимости. И как вы выполните из положения? В второй раз начинаем торговаться, в третий раз начинаем торговаться с увеличением стоимости. А слушайте, но ведь это же тогда, получается, сроки как-то отодвигает начало работы или нет? Или вот тот запас, про который вы говорите, он позволяет? Да, мы начинаем торговаться чуть раньше. То есть у нас по региональным подрядчикам активно торги идут, начиная там, наверное, с декабря. Даже сейчас какие работы мы уже вывесили на торги, так что подрядчики начинают смотреть. Но, опять же, это есть и обратная сторона медали. Если подрядчик сейчас выбран, то для него серьезно изменятся условия в следующем сезоне перекладки, то, конечно, он берет риски частично на себя, как он будет работать в следующем сезоне. Сможет ли он это сделать? Для нас вот этот риск, конечно, очень важен. Нам надо в обязательном порядке все сети переложить, которые запланированы на этот год. У меня сейчас вопрос возник. Ведь когда концессия, концессионное соглашение заключалось, вот эта вот история с таким огромным ростом цен, она ведь, наверное, и не закладывалась. Там, скорее всего, инфляция закладывалась в другие совсем. У нас по модели заложено 4% инфляции. И здесь говорить, что мы будем пересматривать какие-то условия концессии рано, то есть этот год мы прошли ровно. Сейчас, наверное, важным будет, как проторгуемся мы на следующий год. И уже после этого мы будем обсуждать и с городом, и с областью, что изменилось, как это исправить для того, чтобы все показатели концессии исполнялись. Ну, а что касается твоего вопроса, еще вернуться, если почему нельзя в один год все это сделать, ну, потому что тогда люди... Тогда город встанет. Город встанет точно, потому что перекопано будет все, люди будут сидеть без горячей воды, от слова, совсем, и, естественно, никаких рабочих рук не хватит для того, чтобы это все сделать одномоментно. Но надо себе представлять, что такие процессы идут во всех регионах ТПЛЮС точно, идут масштабные реконструкции тепловых сетей, и везде востребованы особенно хорошие, качественные подрядные организации, а не качественных нам не надо. То есть, вы из другого региона, вы не можете там, да, условно, каких-то новичков найти. Давайте по соседям, если это переберем, Ижевск работает по концессии. Раньше нас они начали. Раньше нас они начали. А в Мариел сейчас концессия, в Нижнем Новгороде концессия. То есть, там, какие наши еще регионы взять, в Коми достаточно много сетей меняют. То есть, там, во всех регионах присутствие по ТПЛЮС, эта работа идет активно. Но, тем не менее, я бы все-таки мечтал еще внести в правила внешнего благоустройства, чтобы у нас была легальная возможность менять тепловые сети не только май, июнь, июль, август, сентябрь, но еще и в октябре, и в ноябре, если мы наших потребителей зарезервируем. То есть, временные связи мы как-то подключим для того, чтобы у них теплоснабжение было, и увеличить сезон перекладки. Это было бы для нас, конечно, интересно. Это не затягивать сроки. С увеличением объема перекладки. Это увеличивает объемы. Мы сейчас об этом поговорим чуть подробнее после небольшого перерыва. Сергей Береснев, директор Кировского филиала «Т-Плюс», и Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала «Т-Плюс» в нашей студии. Мы продолжаем. Сергей Александрович до перерыва сказал, хорошо бы было, если бы работу можно было вести в октябре и в ноябре. Я так понимаю, что при наличии подходящих погодных условий... Даже погодные условия тут ни при чем, да, потому что есть хороший опыт в городе Владимир в прошлом году, когда по центральной части, построив временные сети теплоснабжения, запитали потребители, и кусками меняли магистраль в достаточно изношенном состоянии. Мы видели, что они работают и в зимний период. Это холодно, я про это. Рабочих-то жалко. Жалко. Рабочие как раз, наши подрядные организации говорят о том, что мы готовы дать даже чуть-чуть меньше стоимость. Дайте нам загрузку в течение всего отопительного сезона какую-то работу. А, потому что люди заинтересованы, они же работать хотят, да, получается, что они полгода работают. Это сформированные коллективы, летом они активно работают, а в межсезонье они вот выборочно, где у нас появляются дефекты, мы когда-то кого-то привлекаем, а иногда никого не привлекаем. То есть они встают в простой, они говорят, нам очень интересно, если бы начали перекладывать с большим диапазоном, а не только в эти месяцы. Ну, конечно, у нас же и в марте, и в апреле бывают неплохие периоды, когда можно это делать. Я только за, сейчас обсуждаем это с администрацией города. А, то есть это у нас на местном уровне можно принять это решение, да? Да, правила внешнего благоустройства города. Про благоустройство хотел еще спросить. Все-таки вот эти вот раскопки, которые постоянно вам выставляют, ну, в качестве претензий, что ли, что не успеваете вы все закончить, вроде как есть и уважительные причины, то есть мы говорили про это, да, что погодные условия должны позволить сделать благоустройство так, чтобы все не развалилось там и не провалилось через неделю или через две. В этом году удалось ли как-то наладить системно эту работу? Я думаю, что в этом году стало гораздо лучше, чем в прошлом, по крайней мере, по своевременности устранение этих раскопок. Большей части нашей подрядной организации привлекают для асфальтирования верхнего слоя, для асфальтирования дорог именно те организации, которые этот асфальт укладывали в администрацию города, те организации, которые несут на себе гарантийные обязательства. И это, с моей стороны, только плюс. Я за эту историю, чтобы гарантия сохранялась, и организации самостоятельно отвечали за ту работу, которая проводится на этих участках автодорог. Ну а дальше жители оценят нас, как мы можем себя оценивать. Ну, как правило, все-таки сроки... Я сам удивился, когда улицу Труда перекрыли, и движение возобновилось уже через две недели после проведения работ. Может быть, это не идеальный случай, но... Хотелось бы, да? Там, где мы мешаем движению транспорта, и там, где ремонтная работа, нынче все-таки ситуация серьезно улучшилась. Речь не идет о реконструкциях. Реконструкция – это новое строительство. Ни один жилой дом не может быть построен там за пару недель. Ну, китайцы, может быть, строят, но немножко при других условиях. Все-таки новое строительство – это заливка бетона и так далее, и неподвижных опор. Поэтому здесь сроки больше. Вот что касается ремонтных работ и в проезжих частях, достаточно неплохо нынче подрядчики отработали. Ну, и мы с администрацией города каждую пятницу обсуждаем вопрос, какие острые там есть вопросы, то есть где в первую очередь дорожное полотно поправить, на что обратить особое внимание. А тут мы, конечно, прислушаемся, и, как правило, нам есть что доложить по итогам прошедшей недели. Все поручения пытаемся исполнить. Система теплоснабжения – это не только трубы, которые тепло и горячую воду к нашим домам подают. Ваши трубы, я имею в виду. А это в идеале должно быть такое какое-то, я не знаю, сообщество разных организаций, которые обеспечивают теплом и горячей водой жители города. То есть что зависит от вас, что зависит от управляющих компаний, что зависит от жителей. В идеале там, да, чтобы вот все работало. Давайте помечтаем. Ну да, у нас, конечно, львиной долю отопления города Кирова обеспечивают наши ТЭЦ. ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-1. Меньше обеспечивают теплом котельные. У нас их в эксплуатации порядка 20 единиц. Они также по концессии нами приняты и модернизируются, меняются котлы, оборудование. Есть еще и тепловые сети, о которых мы сейчас подробно переговорили. И последнее. То есть для нас важно, чтобы тепловая энергия зашла в дом и уже внутри дома распределилась правильно. Вот эта часть, она тоже составляющая, является обязательной составляющей системы теплоснабжения. И тоже вызывает какое-то наше беспокойство. Потому что сейчас к нам на горячую линию поступает порядка, ну там, какое-то количество обращений. Вот каждый день я вижу, сколько обращений поступило. И мы видим, что примерно две трети пока идут по тепловым сетям обращений. То есть мы видим, что там были какие-то ограничения по нашей составляющей. То есть с вашей стороны, получается. Да, с нашей стороны. Но одна треть обращений, они идут по отсутствию какого-то ресурса по вине управляющей компании. Либо сетей внутри дома. То есть один стояк греет хорошо, второй стояк не греет вообще. Или на первом этаже отопления есть, на последнем этаже отопления нет, либо наоборот. Вот здесь мы понимаем, что управляющие компании тоже должны приводить в порядок систему теплоснабжения дома. И поэтому мы каждый год доводим до нормативного наши требования к подготовке к этап-сезону. То есть паспорта готовности, когда управляющая компания получает, мы говорим о том, что все у вас должно быть сделано непременно. В этом году строго подходили, я слышала от управляющих компаний. Мы подходили строго, но тем не менее мы не можем не выдавать кому-то паспорт готовности или нет. Это не наше прерогатива выдает муниципалитет. Мы являемся только членами комиссии, которая, если дом не готов, конечно же, мы голосуем против. Но паспорта иногда в управляющей компании появляются. Но здесь даже, может быть, и в защиту управляющей компании я скажу о том, что мне бы очень хотелось, чтобы заработала на полную катушку фонд капремонта домов для того, чтобы система отопления менялась, может быть, по отдельному графику. Потому что сейчас мы ждём, когда дом будет капитально ремонтироваться. И вместе с капремонтом фасадов, вот именно почему-то с фасадами, как правило, считают, что надо ремонтировать и систему отопления. Считают, что надо выделять её в отдельный вид работ. Отдельный вид работ уже она выделена. Только внести изменения в действующий график. Если мы будем приводить, вот сейчас уже начинать приводить в нормальное состояние теплооснабжения домов, вместо старых изношенных элеваторных узлов мы поставим новое ИТП, поставится система регулирования, как раз все вот эти проблемы и снимутся, о которых говорили в том числе в начале сегодняшней передачи, о том, что можно бы и раньше отопление включить, так у людей будет перетоп, людям будет жарко, потому что нет регулировки внутри дома. А если провести капремонт и поставить автоматику, то это проблемы с ними. Или на радиаторы одновременно поставить, на все регуляторы. Так что сети внутри домов тоже ветшают, и на это надо обращать очень пристальное внимание. Я переживаю за то, что мы теряем время, а надо быстро-быстро это всё делать. А что, чтобы одновременно и вы делали, и город там, и управляющая компания, и фонд капремонтов включился? Да, если мы отключаемся на какой-то промежуток времени для устранения дефекта или на перекладку сети... И в доме всё равно нет горячей воды. Желательно, чтобы в этот момент времени ещё и в доме сети по федеральным программам тоже менялись. Тоже что-то делалось. У нас совсем немного времени остаётся, я всё-таки хотела немножко про социальную миссию поговорить и вашу социальную ответственность. Летом мы с вами в этой студии встречались, говорили про КС Баскет. Насколько я помню, как раз в момент нашего эфира, Чепецкая команда, которая стала победителем этого турнира... Она играла в четвертьфинале, по-моему. Она играла с кем-то, и, по-моему, она выиграла этот матч. А мы сидели прямо в прямом эфире, следили, как это всё происходит. Вы были на этом мероприятии, ну, как бы личные впечатления наверняка они прекрасные, да? Что вот такие мероприятия нашему городу даёт? Что будет ещё? Может быть, у вас в другую сторону ещё мысли есть? Смотрите, это отличный проект нашей компании, компании Т-Плюс. В следующем году будет юбилейный такой год, 15 лет, как существует этот проект. КС Баскет. КС Баскет, да. Школьная баскетбольная лига. Школьная баскетбольная лига. И здесь очень хороший формат, когда поддерживаются только школьные баскетбольные команды. Есть в вашей школе баскетбольная команда, она бьётся за честь школы. Она выходит на районные соревнования, на зональные соревнования, на областные соревнования. В области побеждает. Дальше мы это всё помогаем и с формой, и мячами, и обучаем тренеров. Уезжают ребята на зональные соревнования играть, и дальше играют уже в финале. После зональных соревнований, и вы понимаете о том, чтобы провести в районные соревнования, уже несколько школ. Зональные соревнования, ещё больше районов собираются. Областные соревнования, практически охват достаточно широкий. Если говорить про охват годовой, по КС Баскету, Олег, помогай. То есть у нас цифры такие ошеломительные в целом по всей стране, потому что... Около 12 тысяч ребят сыграло только в Кировской области. Не говоря о том, что там же порядка 60 регионов России, плюс ещё Киргизия и Монголия. Поэтому это, наверное, самый массовый такой чемпионат. Вот как раньше был кожаный мяч и золотая шайба. Сейчас КС Баскет в баскетболе среди школьников это номер один. А финал, суперфинал, который проходил в этом году в Кировской области, у нас в Кирове-Чепецке, это вообще, наверное, эпогея года. И вот такие эмоции люди испытывают. И обязательно есть какая-то общая мысль, которая, ну, вот так вот идёт по этому финалу. В этом году общая мысль была «Я мечтал, у меня получилось». Ну вот тут надо, да, ещё раз обратить внимание, что КС Баскет даёт возможность поучаствовать в соревнованиях и пробиться там, да, наверх, даже команде из школы какой-то. В том-то и дело, в этом и преимущество, что не спортшколы тренируются, понятно, у города, наверное, мощнее спортшколы и больше выбор ребят. А когда это обычная школа, и когда она бьётся с Кирсом, Слободским, Оричами в этом году и Кирово-Чепецком, то шансы абсолютно равны. Ну, смотрите, ребята из Кирса занимали первые места по Кировской области достаточно часто, много. Слободской выходил, ну, в этом году, конечно, и Оричи молодцы. Ну, смотрите, к нам приезжают на территорию, это не просто сам какой-то концерт, мероприятие или там что-то ещё, а ведь приезжают олимпийские чемпионы. Они в Кировской области объехали часть районов, они сделали мастер-классы. Я знаю точно, что мы организовывали там по Оричевскому району мастер-класс. Слободском был, под открытой площадкой в Новом детском парке. Это здорово. И вот как раз я мечтал, у меня получилось, и когда вспоминали там, наверное, Иван Иванович Юдешко, этот олимпийский чемпион по баскетболу, вот помните, наверное, фильм «Движение вверх», как раз Иван Иванович Юдешко, он участвовал в том знаменитом матче, он отдал пас. Человек-легенда к нам приезжал. Да, и он к нам приезжал, и со сцены говорил, ребята, я мечтал, и у меня получилось. Здесь есть еще один момент. Вот те ребята, которые приехали из регионов, начиная там с Дальнего Востока, Благовещенска и заканчивая там Владимиром, но с Калининграда не было команды, но они же все побывали в Кирове, они сходили в музей космонавтики, они осмотрели город, и я думаю, что унесли с собой в сердце любовь тоже к нашему красивому старинному городу. Да, конечно. А вот, кстати, мне кажется, фраза «Я мечтала, у меня получилось», она и к Т-плюс тоже применима, потому что мы про кэст-баскет и про финал кэст-баскета тоже в этой студии говорили, что хорошо бы сюда к нам привезти. Мы мечтали, и у нас получилось. Это спортивное событие, да. Спасибо большое нашим гостям. Сергей Береснев, директор Кировского филиала Т-плюс, Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-плюс, были у нас в студии. До свидания, до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok